Возложение венка как дань уважения и памяти о героях войны. Тишину церемонии нарушает только строевой шаг, когда-то призывников, а теперь уже отслуживших и вернувшихся на свою малую родину солдат, среди которых и Ахмед Евлоев. Он, как и эти герои Великой Отечественной войны, проходил службу в стенах войсковой части города Тихорец, где с нескрываемым желанием начал познавать азы авиации. Служба прошла очень хорошо, нами были довольны командиры, все, кто там были, офицеры. Мы очень рады, что попали именно в АКС войска, потому что это было для нас что-то новое, увидеть в реале, в реальности, то есть самолет, как взлетает, садится, это очень красиво. И я с моим сослуживцем Килоевым, Магомед Цали, мы светили на полетах, на ночных полетах, когда были ночные полеты, при посадке самолета. Нам очень приятно, что мы попали на это мероприятие. Четыре фамилия летчиков, защитников Кавказа, застыли здесь, на каменной плите. Они пали в небо над Ингушетией в 1942 году, выполняя боевую задачу и оттесняя фашистских захватчиков. Воздушные судна наших соотечественников хоть и уступали в то время противнику по количеству и оснащенности самолетов, но все равно стали непреодолимой преградой для врага. Там же погиб и Мовлади Исмурзиев, герой Советского Союза. Мне очень памятно, что есть на сайте четыре фамилии наш земляк Исмурзиев в Малгире. У меня большая честь, и это очень важно для нас, что он защищал нашу республику Ингушетию, защищает наш народ. Спасибо вам большое. Собравшиеся на памятном мероприятии не могли не отметить, с какой гордостью по сей день вспоминают летчиков. Тишина, покой и мирное небо над головой потомков – это их заслуга. Именно благодаря и безграничной отваге этих солдат стала возможна победа над мощным и многочисленным противником. Я уверен, их имена бессмертны, они пишут золотыми буквами «История Великой Советского Союза и Великая Россия». Они являются примером для подражания подрастающего поколения, молодых сотрудников. Их подвиг бессмертен. Надо в основном заниматься тоже с подростками, чтобы в истории, в школах и все учреждения действительно знали об этом. И чтобы дети и все подростки знали, что у нас есть такие герои. Присутствующие также отметили, что такое памятное мероприятие, приуроченное к 75-летию Великой Отечественной войны – это уже устоявшаяся традиция и как знак благодарности защитникам Отечества. Чтить и помнить – святая обязанность нас, потомков.